В детстве часто мы недополучаем внимания, недополучаем в любви, потому что родители всегда были заняты. Вот я иногда общаюсь с нашими детьми, и они говорят, ой, папа, вот когда мы были совсем маленькими, вот вы бы могли побольше нам времени уделять. Могли бы побольше. А ты вот много ездил, там где-то проповедовал, все, церковь, там служение. Хотя вот я смотрю на свою семью и сравниваю с семьей моих родителей, они вообще все время работали, тут как-то у меня больше времени. Но на самом деле много времени с детьми, я понял, не бывает. Я вспоминаю семьи моих родителей, ну как вот меня уводили в детстве в садик, или в школу, да, вот я приходил, они уже поздно вечером появлялись, и вместе мы были только вот время отпуска, вот такая жизнь была. По сравнению с этим у меня намного больше времени с детьми, но все равно вот я думаю, что вот у детей есть такое ощущение, что как-то, ну, мало любви, мало внимания. И потом, когда они вырастают, тут желание, любите меня, любите, я же хороший, ну, хочу, чтобы я вам нравился, нравился. Особенно, конечно, у кого это? У женщин. Потому что у женщин это, не знаю, может быть, из-за женской психологии или психики, как-то очень сильно обострено вот это желание. Вот если я не нравлюсь, значит, наверное, я плохая. А если нравлюсь, ой, подписываются, и там какая-то тетя Груша там из соседнего подъезда сказала, что вот ей понравилось, как вот там, какие у меня новые туфли, например, или еще что-то такое, ой, я хорошая. Хотя какое у тебя дело до этой тети Груши из соседнего подъезда? Ты знать, ты не знаешь особенно. Но вот кто-то там чего-то такое сказал, где-то что-то, и у тебя настроение либо вверх, либо вниз, а? Происходят такие вещи? И вот это вот желание нравится, желание, вот у нас хорошо, вот я как-то вспоминал на прошлой проповеди «Горе от ума», и когда готовился, опять вспомнил это великое наше произведение. Помните, там умолчали, на такие слова были, да? «Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару-дворнику для избежания зла, собаке-дворника, чтоб ласково была». Помните эти строки? Вот вот этот пример человек, который всем хотел понравиться. И что интересно, мы, христиане, часто думаем, что это и есть любовь Божия, когда я всем нравлюсь. Мы, бывает, это чувство в какие-то духовные одежды одеваем. И я вот смотрю часто на поведение многих моих братьев и сестер в интернете, и мне знаете, кого это напоминает? Можно вот фотографию первую показать на экране? Я вам скажу, кого мне это напоминает. Щеночка. Вы знаете, есть такие вот щеночки, вот такие няшные все такие. Очень любят, особенно девочки, вот такие фотографии, вот, котят или щенят. Смотришь на этого щеночка, и тебе скажут, вот-вот-вот, погладить бы его, так вот, потрогать его, потрогать. И я вот смотрю, некоторые, вот, ну, совсем вроде бы не похожи по фотографиям. Но внутри вот типичные такие щенята. Погладьте меня, я хороший. Ну, давайте, ну, вот, за ушкою меня потрепите, скажите, ой, няш-няш-няш-няш, ой, какой ты хороший у нас вырос. Ой, беленький, ой, пушистенький. Ой, какой ты, ой, какой ты, ой, какой ты. И ты думаешь, да, такой, да, такой. Я такой, вот такой я хороший. И вы знаете, вот, ощущение себя внутри щеночком говорит о том, что ты вроде бы стал большим, но на самом-то деле не вырос. То есть щенок – это не зрелость. Не зрелость. А не лучше ли стремиться быть не человеком, который хочет всем понравиться, а человеком, которому хотят понравиться, а? Вот другую фотографию я вам хочу показать. Вот смотрите. Вот человек ведет собаку, да? Как вы думаете, этот человек любит свою собаку? Да, да, любит свою собаку. Но вопрос. Делает ли этот человек в отношении своей собаки только то, что ей нравится? У меня есть дома собака, немецкая овчарка. Я знаю, она у нас оказалась дома щеночком. И когда вырастала, мы ее дрессировали, то, что называется, воспитывали. Вот ее. Вот она не всему воспиталась, но каким-то вещам она постаралась. Потому что собаки порой не понимают. Вот, например, наша, она, когда с ней идешь, она бросалась на машину. Вот любила прыгать на машину, ее приходилось именно дрессировать, там, сдерживать, поводок натягивать, так чуть-чуть даже, чтобы она понимала, не надо. Как вы думаете, почему я так делал? Потому что я не люблю ее? Я запрещал ей выбегать на середину дороги? Или потому что я ее люблю? Любовь не означает, что ты делаешь только то, что другому нравится.